Вот представьте, на данный момент ты запрещаешь своему сыну приходить в мечеть, потому что он мешает другим. А завтра, по предшественному времени, ты уже не сможешь его приводить в мечеть, потому что ты сам его запрещал приходить в мечеть. А надо как делать? Надо, как делали наши праведные предшественники, приводить их в мечеть, но говорить, чтобы он не мешал другим. То есть касательно того, что приводить детей в мечеть или нет, людей можно разделить на две крайности и на середину. То есть есть люди, которые вовсе не приводят их в мечеть. То есть такое потом, и этот ребенок вырастет, он не будет приходить в мечеть, потому что он не привык к этому. Также другая крайность есть, которая приводит в мечеть и все, оставляет. Потом начинает их кричать, кричать туда-сюда бегать, другим мешать. А есть так вот, правильно как, середина как. То есть надо их приводить с собой в мечеть, но воспитывать их. То есть говорить, чтобы они не мешали другим, чтобы они не кричали и так далее. Одного ребенка ставить с этой стороны, с другой стороны, чтобы друг другу не грозить подобные вещи. Например, вот ребенок пришел и встал в первый ряд. И приходит взрослый, ребенка оттаскивает на последний ряд и сам встает на его место и заходит в молитву. То есть если этот ребенок пришел раньше тебя и встал впереди, вот в первом ряду, все, как говорит шейх ибн Алсаимин, он имеет больше прав на это. То есть он бы раньше тебя пришел, поэтому на это место больше прав. То есть вот представьте, если я был маленьким и пришел к какой-то взрослый, оттянул меня с того места, где я стоял и стал на мое место, все, я его никогда не забыл. То есть вот так, да? То есть это запрещено ему вертикать. Раджул мин ас-сахаба Амру, Амру бин Абисаляма. Хаза Амру с 7 сенейн, кан хуа имам фи кауми, юсалли бихим. Имам. Амру бин Абисаляма был сподвижник, ему было 7 лет. Ему было 7 лет, он выходил для людей как в качестве имама. То есть имама он был. Почему? Возьмут. Коуму. 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 Как так получилось, что он стал имамом для своего народа, да? То есть было так, что их народ до того, как они приняли ислам, они проходили через то место, где были с подвижниками, они проходили, и он был маленьким, и он слышал Хуран. То есть как люди читали Хуран, слышал. Каждый раз проходили, он слышал Хуран, и когда все приняли ислам, они обнаружили, что он, оказывается, больше всех знает Хуран. И так он стал имамом для своего народа.